слава украине мэр вам дорогие друзья я прошу прощения что я перейду на русский язык эта категория видео неинтересное видео интернетник любого мира пока ягнского я побеседую в этом видео с одним человеком это мой клиент в прошлом и я ему редко сейчас отвечаю в последнее время вот мне он пишет но я вынужден скажем так как мастер взять определенный психологический такой вот дистанцию взять скажем да я уже на русском языке разучиваюсь разговаривать потому что пытаюсь минимализировать видеоролики но он в основном разговаривает на русском языке поэтому решил записать на русском мой дорогой смотрите для меня тема нашего любимого президента владимира александровича зеленского она сокровенная она уникальная и президент владимир александрович зеленский для меня это бессмертный гений всего украинского народа для меня это пророк для меня это человек которого я безумно уважаю и которого я очень люблю естественно и владимир александрович он есть святой у меня какие-то свои минусы но все же в целом это мой самый любимый президент и я благодарю блога я благодарю судьбу что президентом украины есть владимир александрович зеленский каждый человек судит о своей жизни потому качеству жизни которая человек испытывал по скажем так по тем радостным событиям которые он переживал использовал многое есть фактор если меня спросить какой самый счастливый период был моей жизни то один из самых счастливых периодов моей жизни это именно последние годы перед началом войны ужасного российского вторжения это годы правления владимира александровича зеленского зеленским я ощущаю счастья счастливым человеком понимаете я просто счастье становится вот я сейчас наблюдаю как наконец-то это ужасное зло которое на территории украины столько причинила мне страданий другим людям рпц в украине сейчас освобождается наконец-то с нашей священной киева печенской лавры разве это несчастье разве это небольшая духовная радость я благодарю бога за то что у нас такой уникальный президент который совершает такие благие деяния после этого сколько богатых людей которые наше непомерное богатство при правлении нашего президента стали уж не такими богатыми как они были я не радуюсь этому но все же это справедливо потому что я очень бедный вот человек и при владении нашим зеленском президенте я стал немножечко более скажем так последние годы перед этой войной более на ножки ставать начал как частный предприниматель эзотерик ты нашим президентом а те кто были до меня скажем так до правления зеленского козырными очень они начали тоже спускаться на грешную землю это потрясающе реформа зеленского его правление его личность меня радует не настолько приятно когда министром образования украины стал шкарли и насколько мне вы не представляете сейчас приятно когда министром образования и науки украины стал потрясающий министр лесовой это здорово это милость божья понимаете это высшая справедливость когда я вижу так называемых часть академично доброчестных ученых кстати для меня это очень важно я принципиально всегда пытаюсь писать свои работы по американским стандартам академично доброчестным чтобы они были максимально авторские все цитирования цитаты я всегда цитирую указываю списки литературы вот но в ту же очередь видя тенденции и жажду власти некоторых так называемых академично доброчестных науколцев которые написали академические доброчестные диссертации но при этом мы их не научная новизна но это примитив поймите ведь научная новизна научная новизне есть рознь и то что это прошло здесь в украине давних академ то она ну для мировой науки но это каплю море понимаете это такая песчинка такая песчинка ничтожная и они пытаются диктовать здесь какие-то правила они пытаются здесь значит доминировать а с какой стати вообще с какой кстати это должно быть почему я должен признавать авторитетом ученых которых примитивная научная новизна почему я должен признавать людей которых пускай нет этого академического плагиата в диссертациях но которые даже без этого плагиата для мировой науки вообще ничтожны примитивно да это риторические вопросы у меня есть свои аргументы которые я не хочу озвучивать но когда минист плагиатом стал их начальником шкафы которого я очень уважаю сергей николаевича бог на свете есть да так вам и нужно это высшая справедливость я говорю господи спасибо за нашего президента владимира зеленского спасибо высшая сила за то что добро истинное побеждает зло и это аморальные не хочу даже выражаться и пускай многие не понимают этого но я-то это понимаю понимаете и когда я вижу что сейчас пришел лесовый потрясающий вот такой мужик я вижу эту истерику да которую поднимают в интернете я вновь слава любую говорю господи ну спасибо ты знаешь но просто приятно да когда это наблюдаю я понимаю то есть когда вот это какие-то академические доброчесы науковские там они в истерике бьются да говорю по делом вам по делом части из вас вы это заслужили заслужили вашими бездуховными поступками вашими аморальными поступками вы если вы такие сильные что ж вас в мире никто не признает почему я должен признавать ученых в которых примитивная научная новизна за авторитетом которые не реализовались как ученые они слова никто не слышал они только прославляются благодаря диссергию это нормальная общая ситуация когда мировые ученые они прославляются своими трудами книгами монографиями уникальными а у нас все на скандалах написали люди академической доброчесной диссертации там примитивная научная новизна там посмотрели европейские ученые американские ученые ну хорошо да 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 у вас есть там печи статус но ну и что дальше они не могут реализоваться и о них только слышно по скандалам они выкрывают плагиаторов но у них нет духовной силы у них нет интеллектуального авторитета понимаете потому что они не умеют большинство из них творить боять создавать великие открытия и поэтому для меня это не авторитет есть еще ряд злых поступков за которые они несут наказание божье от высших сил министры плагиаторы и это великое благо великое благо от бога и высших сил для научного мира украины где большинство это не понимают но я это понимаю и мне это открывается понимаете я радуюсь этому духовной радостью просто радуюсь потому что вижу как добро побеждает социальное зло зеленский наш гениальный президент у меня это вечно великий бессмертный он делал такое добро делает такое добро понимаете что хочется жить понимаете просто хочется жить дальше потому что его поступки его решения они вызывают моей душе даже как просто гражданина украины преклонение просто преклонение и восторг я восторгаюсь я кайфую даже сказала бы так я обалдею и радуюсь и имею право радоваться потому что такое президент как он приходит рад в тысячу лет и украинский народ он просто вымолил у бога у всевышнего такого прекрасного президента просто прекрасного гениального великого и творца понимаете и поэтому если бы боже упасе не было президента зеленского сколько бы ужасного зла было бы дальше в нашем обществе я счастлив я просто счастлив несмотря на то что я живу бедно у меня есть масса проблем и да я выживаю и шизотипическим расстройствами хорошая работа но вы знаете я просто смотрю как направление владимира зеленского и она настолько меня воодушевляет что даже не смотря на какие-то проблемы хочется жить дальше хочется жить дальше а от его решения я просто постоянно в восторге я радуюсь духовно понимаете мне настолько это нравится вы себе не представляете что он принимать решения принимает и это счастье это радость и мне это нравится и поэтому я буду голосовать вновь за владимира зеленского обязательно господь даст я буду голосовать я хочу жить в такой украине понимаете президентом нашим зеленским украине хочется дальше жить потому что я представляю и уже видел что такое президент который есть конформным автоматом который хочет следовать в кавычках так называемым традиционным ценностям которые вызывают просто отвращение просто отвращение и передальше про ошибки или не ошибки я как мастер выполняю свои функции консультация людей я бизнесмен частный предприниматель я плачу налог государства но я есть также человек понимаете я предоставил вам консультации мне сейчас пишет человек вот и все вы остались довольны были и и все наш путь в принципе расходится но я к вам хорошо отношусь я не буду слушать и не хочу этого ту грязь и ту те ваши размышления что вы говорите несправедливо о моем любимом президенте я счастлив лично жить в украине когда наш президент владимир зеленский я поддерживаю решение президента двумя руками потому что мне нравится это все дико нравится его решение его министры я люблю президента зеленского для меня он самый уникальный президент на свете я себя ощущаю президентом полноценным человеком я ощущаю себя счастливым понимаете чего я раньше не ощущал я это очень ценю я вижу такой позитив для украины моей любимой страны приносит власть зеленского какая религиозная у нас свобода какие новые ценности это на я надеюсь что еще примут и закон по защите лгбт людей по легализации однополых партнерств это же просто прекрасно я мечтал об этом всю свою жизнь поэтому научитесь уважать и у мастера другую точку зрения я понимаю что возможно вы не особо счастливы сейчас в это время при правлении владимира зеленского виновата путинская агрессия но я был есть и остаюсь с любимым президентом владимиром александровичем зеленским я верю и знаю что украина обязательно победит проклятое российское зло потому что я кардинально был есть и остаюсь противником лжеценности русского мира просто противником одного из моих друзей я даже так назову лидера российской церкви сатаны за его инкомыслия в России спецслужбы фактически уничтожили они его арестовали мы не знаем сейчас его судьбу хоть я вижу там поторое что все плохо и они уничтожили российскую церковь сатаны которая была там есть другие сатанистские группы а ведь это была добрая организация нетрадиционная организация и хоть я не есть сатанистом я очень добрый ранимый человек но моему возмущению нет предела и если боже упасть и сюда пришел бы русский мир в кавычках то что бы они сделали с религиозной общиной божичи с регистрированной в Украине церковью священной магии что бы они сделали с инакомыслящими здесь в Украине поэтому для меня принципиально важно чтобы Украина осталась независимым государством я проклинаю Путина почти каждый божий день будь проклят Путин навечно потому что он осмеливается попирать мою религию попирать мои религиозные взгляды выступать против тех духовных ориентиров и ценностей которые я не один год распространял и проповедовал по территории СНГ через Новый Завет церкви это моя книга в саторстве Сергея Валерьевича имени Бога великим бессмертным дением эзотерики Украины через другие книги я проповедовал благую весть свободы прав человека доброты справедливости и Путин хочет убить и уничтожить эти ценности лж навязал лжеценности российской православной церкви что есть немыслимым злом понимаете немыслимой несправедливости поэтому нужно если вы общаетесь другим человеком понимать что у каждого человека есть своя система ценностей у меня нету возможности желания отвечать вам даже не часто сейчас у меня работа у меня клиенты я себя часто плохо чувствую что я вам ни разу объяснял из-за жезотипического расстройства у меня меняются постоянно ритмы сна у меня ряд симптомов есть которыми я помогаю сам себе я работаю с людьми людям помогаю у меня много научных заданий которые я решаю у меня нет времени мне ничего от вас не нужно я уже сказал мне не нужно чтобы вы переводили деньги ничего не нужно вам нужно поискать другого мастера я желаю вам добра и всех благ извините если чем-то вас обидел у меня нет на это времени да у меня тоже есть эмоции тут происходит глобальные самые священные события наконец-то это проклятое зло выгоняют с Киева-Печенской лавры поганой неплохи я болюсь Богу на коленах говорю Господи спасибо за это великое добро что ты творишь Бог на свете есть и тут вы мне пишете благодаря Владимиру Зеленскому да пусть Всевышний Господь хранит нашего президента а вы вот такое мне пишете я буду голосовать за Зеленского я поддерживаю его потому что то что он делает это величайшие исторически добрые дела он освобождает Украину от проклятого российского зла я поддерживаю обоими руками всем душой сердцем естеством решения президента Зеленского слава слава Владимиру Зеленскому великому президенту Украины слава вооруженным силам Украины героям слава Украине наше родное слава все будет Украина Субтитры создавал Dima